Добрый день, Владыка! Очередная наша встреча. Вопросов, как всегда, поступило телезрителей немало. И давайте начнём с такого вопроса. Начался рождественский пост. Какие его особенности? Как подготовиться и провести этот пост? Точнее уже, не подготовиться, как его провести? Он начался. Да, ну, мы уже сами сказали, что это рождественский. Действительно, он посвящён подготовке к празднику Рождества Христова, Христово событию, сошествия Бога на землю. Конечно, Бог везде присутствует. Учение православное такое, что тут нет места во Вселенной, в которой бы не присутствовал Бог. Он везде сущ. Но как человек, или точнее, Бога-человек, он, естественно, сошёл на землю именно ради нашего спасения, ради нашего счастья. И чтобы его увидеть и постигнуть это событие, величайшее в истории человечества, установлен пост для христиан, чтобы подготовиться к этой встрече с Богом. Чтобы от пришествия Бога на землю человек получил пользу. Не прошло для каждого, лично для каждого из нас, это событие незамечено. Вот особенности какие? Как всё-таки? Ну, какие особенности? Постная пища, посещение было служения, обязательное участие в таинствах исповеди и причащения. То есть учащение своего сердца больше уделяет христианам постом, уделяют больше времени молитвы, чтения духовной литературы. Конечно, это общее предписание зависит от духовного уровня каждого человека, его загруженности, в каком-то составе семьи. Одно дело, когда один ребёнок, а другое дело, когда десять детей. И поэтому для того и существуют духовники, чтобы христианин мог конкретно в своём случае обсудить, как соблюдать ему меру поста. Есть люди больные, и очень даже больные. Для них пост будет в том, чтобы терпеливо нести свой крест, который неспослан Богом. Они уже в пище такой растительной, потому что человек, если слабый, и перестанет кушать, допустим, рыбную, может, молочную, если показано врачами эта пища, и он вообще упадёт, и ничего не сможет сделать, лежать только будет. Но такой пост Богу не угоден. Вот такой вопрос. Как Иисус Христос мог пострадать и умереть, когда Он Бог? И простой, и философский вопрос. Он не только Бог, но и человек в том-то, и, как говорится, личность Иисуса Христа и в отношении остальных лиц Святой Троицы, Бога Отца и Бога Духа Святого, что Он не только был Богом, был и есть, но и стал человеком. Как Бог, конечно, Он не мог умереть, Он не мог страдать, потому что Божество не может страдать. Вот Бог изобрёл такое средство, чтобы спасти человека, Он сам стал человеком. И пострадало человечество в лице Иисуса Христа. Человеческая природа, но силой Божества воскресла. Вот такой ещё вопрос. Какие обязанности должны иметь христиане в отношении к Богу по первой заповеди? Первый заповедь. Возлюби Господа всем существом, всей мыслью своей, всем сердцем, всей душей, всей крепостью. Какие обязанности? Мне тут больше хотелось бы подчеркнуть, что не Бог нуждается в том, чтобы мы любили Его. Конечно, Он сделал для нас очень много, и даже трудно словами описать, сколько сделал для нас Бог, для каждого из нас, и делает. Подобно тому, как тело без кислорода буквально несколько минут может просуществовать, и всё умирает. Так и душа без благодати Божьей, если совершенно оставляет благодать Божьей человека, то человек не может жить. Потом и кончают люди самоубийством. Потому что так тяжело человеку, так что он готов куда хочет, броситься и в огонь, и в воду утонуть. Естественно, для Бога ждать такой ответной любви. Но в первую очередь нужно это соблюдение запретов для человека. То есть, если человек приближается, допустим, в очах дома, это как сейчас камин называется, он согревается, ему тепло. Если приближается к свету, он видит красоту мира этого. Так и к Богу приближаешь человек, чем ближе к Богу, тем он больше и всё больше в себе испытывает радость. Даже при внешних страданиях бывают такие случаи, человек какие-то, или болезни, другие обстоятельства, угнетают, несчастья всякие. Но в силу того, что он близок к Богу, он при всех скорбях своих радуется. Об этом свидетельствует великий проповедник христианства, апостол Павел, что при всех своих скорбях я преизобилую радость. То есть, вот эта заповедь, повторюсь, нужна, в первую очередь, не для Бога, а для нас. Хотим быть счастливы, значит, должны этот закон соблюдать. Не хотим, мы имеем право выбора. Вот такой вопрос, Ладыга. На Слоньмщине 40 родников. К примеру, 18 из них впадает в Ису. А вот такой вопрос. А какие родники, источники считаются святыми? И что нужно знать про их посещение? Ну, здесь, конечно, вопрос такой, может быть даже непростой. Допустим, те источники, которые мы считаем, что они святые, целебные, ко всему прочему, что и состав воды там полезный, существует традиция ежегодно их освящать. И на крещение освящать. Допустим, 20 мая у нас крестным ходом идут на дальний источник. Там совершается молебен. ну, то есть, кроме целебности, источника по своим внутренним свойствам, ну, нужно назвать, физическим свойствам, он еще освящается священнослужителями, чтобы это вот, эта польза удваивалась, утраивалась, или удесятерялась. Ну, а так, как в народе есть такая пословица, к пустому колодцу за водой не ходят, так и люди, ведь, если получил пользу, значит, еще раз идет. Так вот люди определяют, что это источник целебный, святой, что люди получают пользу от него и для души, и для тела. Ну, и так, называть это целебной, это святое, это не святое, как-то так сложно мне. То есть, время само покажет? Да, время и народное вот почитание. Такой вопрос телезритель задает, говорят, что милостыню нужно подавать тайно, а почему? Ну, во-первых, это духовный закон, который открыл нам Иисус Христос, как Бог и Человек, как наш Отец, который заботится о нашем благе, чтобы для нас была польза. И он даже в одном из мест Евангелия говорится, он говорит, что подавайте милостыню в тайне, чтобы Отец ваш, ведущий тайны, воздал вам явно. А если будете вы подавать милостыню ради того, чтобы хворили вас люди, то вы уже получаете награду на земле, и это не будет вам никакой пользы и награда от Отца вашего небесного. Вот это вот слова Евангелия и духовные законы, которые открыты нам и здесь ну как-то оспаривать их и добавить неразумно, просто неразумно, потому что мы еще не все законы можем открыть, а еще критиковать их, ну это уже просто неразумно. Священники носят крест поверх одежды, а можно ли носить нательный крестик поверх одежды? Ну я видел, особенно женщину, которая любит красоваться, но могу сказать, что такой традиции в православии нет. И здесь тоже может быть вот как говорится, что и добрые дела нужно совершать в тайне, не только милостыню, так и здесь. Христианин ну не должен как-то на показ христианство. Ну да, это же не украшение в конце концов. Вот именно. Тут уже какое-то просто украшение. Крест используется христианам для защиты от всякой темной силы вражей и всякого негатива. Крест хранитель всей вселенной. Поэтому для этого христиане носят крест, но принято его, повторюсь, носить поверх тела под одеждой. Вот забегая немножко вперед, у нас есть еще вопрос связан с крестом. телезритель задает вопрос, а почему купола украшают кресты, купола храма? Ну такая традиция сложилась. Здесь я, наверное, историю сразу не вспомню. Когда это начало практиковаться, в каком веке, ну точно могу сказать, что во времена гонений на христиан крест не изображали открыто. И даже до императора Константина вообще крест не считался, являлся орудием страшной казни. Поэтому для любого человека, даже пишется, по-моему, апостола Павла, что для людей не верующих крест это безумие. И только когда уже империя стала римской христианской, когда благодаря кресту победил император Константин своих врагов и не один раз, тогда стали изображать первую очередь на счетах воинских, потом и на небе. Почему? Когда император Константин еще до своего крещения и такого, можно сказать, официально он в душе был верующим, но официально он обратился уже открыто. после того, как он молился Господу, что помог ему придарять человека-ненавистника другого императора, даже скажем в таких своих целях каких-то мерзких разрезал животы беременных женщин и гадал по их такой бесовщиной занимался и к нему императору Константину римляне обратились с просьбой зная его благородство добродетельность чтобы он защитил их от этого тирана силы были неравны вот император Константин молился Богу было ему знамение на небе в виде креста и слова были сим победишь этим победишь оружием и он действительно победил и ни одного своего врага и вот может быть что тоже как бы символ на небе видел и крест когда смотрим на купол как бы на небе он может быть с вес земным делам храм но ходит куполами креста в небо может быть до прекращения они крест вообще не изображали была традиция такая зашифрованная и хвиз в виде риба по-гречески хвиз Иисус Христос как-то царь израильский что-то я уже не помню эти все абвиатуру сейчас быстро не могу вспомнить но вот рибу и это самое было символом христианства это был знак такой кодировка христианская крест вначале не изображали и только после того в 4 веке когда христианство стало распространенной по всей империи тогдашней планете где обитали целезонные люди вот только тогда уже крест стал таким орудием победы вот такой вопрос женщина задает муж не хочет венчаться значит ли это что ребенок может быть зачат в блуде или будет ли это считаться так ну знаете в советское время допускалось что во первых ведь был запрет на религию и всеми не говорили о вере даже если крестили это тайно и даже дети люди не знали что они крещеные зачастую только потом узнавали поэтому допускалось что допустим кто-то к вере обращался чаще всего это жена какие-то скорби испытания возвращалась к вере отцов матерей может не верить ну чаще было и наоборот конечно и вот такое правило от подвижников традиция что если брак зарегистрирован государственным органом то и разрешалось приступать к таинству исповедоваться причащаться но ненавязчиво мужа убеждать что нужно повенчаться чтобы своим личным примером таким добродетельной жизни чтобы жена обращала к вере мужа и апостол Павел тоже говорит что вот если неверующий муж согласен жить с верующей женой то не нужно разводиться или наоборот муж жена верующий муж не верующий муж верующий жена не верующий ну понятно сейчас конечно сложно говорить сейчас гражданский брак это вообще просто встретились и начинают жить по православному это просто блудная жизнь и в чем здесь беда беда из такой из гражданской точки зрения что люди не берут на себя обязательств родился ребенок потом перессорились так называемый муж ушел или партнер ушел осталась одна и ребенка растить и кормить и воспитывать и все и как это восправиться и скорби и слезы и страдания вот ну и вторая духовная сторона что при венчании дается благодатная помощь Божия конечно и человек должен не щадить сложа руки и трудиться но благодатная помощь Господь помогает мужу и жене нести свой крест рожать и воспитывать детей конечно когда они его призывают на помощь то есть благодатная помощь мы знаем скажем до революции что вообще развод это каким-то и позором считалось и это были редкие случаи в семье было и 5 и 7 и 12 и больше но достаточно сказать что по памяти что за 20 лет правления святого царя Николая прирост населения был 20 миллионов ну так говорю на вскидку но действительно был в плюсе и значительно в плюсе а сейчас демографические кризисы это тоже следствие того что нет такой прочной семьи которая благодать Божье помогает нести крест такой вопрос почему нужно слушаться матерей ну в первую очередь это закон установленный Богом потому что если дети не будут слушать своих родителей и не только мать и отца нужно слушать то будет хаос будет не будет и родителям трудно будет воспитывать детей дети будут непослушными и вырастут неизвестно кем станут то есть это вот интересно что это заповедь почитай отца и мать и добавляй чтобы тебе было хорошо на земле то есть следствие почитания и уважительное отношение к родителям послушание к ним помощь им когда они уже кажется человек станет взрослым самостоятельным а уже родители слабыми немощными это все оборачивается добром благом для самого человека и обратное непослушание обращается злом для самого человека и я считаю что множество бедствия которое попадает сегодня молодежь это является следствием того что они не хотят прислушиваться к наставлениям своих родителей как бы там ни было и родители несовершенные много всяких ужасных случаев приходится слышать но у родителей гораздо больше опыта жизненного и как правило родители не хотят горя своим детям это уже не родители те которые бросают своих детей так сказать в помойки там и так далее поэтому чтобы было самому человеку благо должно слушаться ну это закон установлен ведь закон всемирный мы хотим и не хотим и существует можем признавать можем не признавать можем вот как недавно пришел священник такой вот обращаются к нему прихожане значит что вы делать вот значит сын вышел с девятого этажа через окно почудилось ему что или что ну что упал разбился вот как молиться за него сейчас закон сработал признает человек не признает он его так и тут закон есть почитай чтобы тебе хорошо было не хочешь почитать значит сам себя наказываешь вот такой вопрос женщина которая болеет задает вопрос что делать если из-за больных ног я не могу на богослужении вставать на колени если я даже встану то подняться будет очень сложно но и стоять как все когда все на коленях как-то неловко ну с этим вопросом мне вспоминают слова преподобного Авросия в Оптинской который очень болел и очень не просто болел а как говорится вот Господь так как всемогущий остановил его между жизнью и смертью любую секунду могла наступить смерть он так по-моему в таком состоянии около 40 лет провел если в комнате было выше 18 градусов или ниже 18 градусов плюс температура то ему плохо становилось невыносимо плохо и он лежал не мог двигаться то есть ну человек был просто больной ну чудо что он жил но вместе с тем к нему шли тысячи людей особенно простых людей очередь страшная стояла к нему какой ну за хлебом и он людей вселял надежду помогал исцелял их своей молитвой и сам такой был шутник всегда какой-нибудь такие народные пословицы многие знали там подбодрит и все так вот он говорил что посещение храма говорит не можешь стоять в храме сиди не можешь сидеть лежи но ходи в храм вот его наставление такое ну видимо не случайно потому что сам вот был тяжело болен и очень тяжело но вместе с тем не терял присутствие духа и помогал но им тысячам людей то есть храм надо прийти с верой с надеждой с любовью не может человек стоять ну и вся я не знаю наверное сейчас редко такое бывает что что нельзя в храме присесть конечно у нас не принято в православии чтобы все сидели при богослужении люди здоровые стоят но люди больные немощные пожилые скамеечки по периметру не стеснение речь идет а просто ну тогда уже может где-то ложный стыд люди видят что человек немощной что же его попрекать даже во время Херевинской может сидеть ну вот слова святого не может стоять сиди не может сидеть лежи но посещай храм вот такой вопрос священник передарил мой подарок а можно ли так поступать передарывать подарки вы знаете здесь не вспоминают слова великого и святого и она златоуста на днях совершали его память праздник честь него и там запомнилось меня читал в юности в семинарии он обращается тоже одна женщина обижалась что вот я вам подарила что-то а вы отдали кому-то она говорит то что ты мне подарила это мое да ваше конечно значит я хозяин хозяин значит могу расприжаться как что я нужен да ну так то да что что обижается все по-простому по-житейски да вот такой еще вопрос можно ли участвовать в лотерейных розыгрышах если к примеру в результате выигрыша человек намерен какую-то часть пожертвовать на храм или на другую благотворительность ну вы знаете почему церковь не одобряет участие в этих розыгрышах что человек настраивается ну кажется на беззелье лень что-то он выиграет и потом всю жизнь будет на печи лежать и как говорится все уроды ему будет бежать вот ну как практика показывает счастливчику не так много которые выигрывают даже не один из тысяч а может десятков тысяч или сотен тысяч я не знаю как там система это работает то есть это редчайший случай что человек выигрывает но потом еще когда человек выигрывает это еще не гарантия что он так поступит у него доброе желание есть такое да я не исключаю как увидит выигрыш так может желание сразу поменяться и желание поменяться и страх напасть что у него это будет идти с этими деньгами нападут у него там пьяные отберут у него все деньги нос разобьют а сколько ведь убивали даже вот есть рассказы такие потасающие наверное по своей постановке когда вот около золотых приисков так сказать черепа находили что вот люди идут за золотом нашли золото там заблудились назад вернуться не могут то есть тайги там и умирают или пришли два человека три человека и уже взыграло так сказать это сребролюбие и у человека чтобы ему больше досталось его друзьям не досталось не просто ворогам а друзьям не досталось убивают и вот вот это возле этого слитка столько говорится черепов скелетов вот какой финиш поэтому поэтому почему священное писание говорится великое счастье и благо для человека быть довольно малым то есть конечно должен человек он не бесселестный ему нужно и тепло и питание нужно ну не сказать что много чего нужно ну человеке одежда нужна и все но когда он становится рабом этого то он просто несчастный поэтому поставлять в этом сказать счастье что вот я много денег приобрету и уже буду счастье это большое величайшее заблуждение даже какой-то был многосерийный фильм богатые тоже плачут так что и еще больше не скорбей еще больше плачут чем обычные люди смертные поэтому к этому даже стремиться неразумно и церковь это не добряет она добряет чтобы человек привык трудиться когда он трудится ему легче преодолевать какие-то испытания скорби потому что он привык он уже делает как говорится на автопилоте на автомате хотя голова уже трудно соображает когда скорбь какая великая посетила но руки привыкли навык есть он что-то делает и вот в это время за счет физического труда или там ходьбы человека вырабатывать какие-то гормоны легче переносит горы а если человек не привык трудиться ему тяжелее справиться со скорби и вот такой вопрос может продолжение даже разговора как человеку которого проследует череда несчастье не впасть в отчаяние но могу сказать только христианину как делать нужно приучить себя к молитве а молитва это возношение мак сердца Богу это беседа с Богом вот если человек привык как ребенок да привык есть папа мама что-то случилось какая-то проблемка он бежит рассказывает там плачет и папа что он пожалеет и супли утрют и нос разбит и так далее так и христианин когда он стяжал эту привычку повторюсь что бывает скорби что человек на автопилоте просто он уже не владеет собой от этого тяжести скорби которая на него навалилась но он на автопилоте обращается к Богу с просьбой Господь это котец же что он не бездушный он человеку помогает преодолевать ну и сама вот это вот его образ жизни молитва и привык к труду он весь уклад помогает он преодолевает скорби ну а потом каждый христианин знает что скорби во-первых очищают наши болезни духовные страсти вот ну и вот еще потрясающие по своей глубине слова одного христианина который в 20 веке очень много страдал гонений претерпел за веру не сломался и он обращается к нему обращались это был священник к нему обращались за духовными советами и он говорит поверьте мне наступит время когда вы будете жалеть что мало пострадали на земле когда будет Господь раздавать награды тем кто ради его имени потрудился ну что ж дай Бог чтобы никакие скорби христианина не ломали будем будем не ломали а 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 Субтитры создавал DimaTorzok